народ всем привет мы собственно моем канале у меня в одном из роликов была поднята тема по поводу договоров которые подписывают водители такси когда берут машину в аренду и в договорах в этих конечно есть куча сомнений многие может быть не читают их сразу подписывают я конечно всегда вчитывался делал фотографии потому что на руки до их никогда не выдавали собственно у меня оставались такси задачки такие в голове чтобы рассказать может быть ребятам которые берут машины в аренду чтобы они знали вообще что не подписывают и в целом понимали риски под которые не попадают так в помощь беру компьютер у меня здесь пару фотографий есть как раз кисник зачитаю основные моменты с этих договоров в целом условий здесь очень много там да ну три листа там штрафные санкции это все понятно но есть несколько аспектов вот допустим яндекс такси рекомендуют один из крупных парков пока название не буду говорить нам просто если вы туда придете возьмете договор прочитать сразу поймете и в этом договоре конечно встречаются такие забавные моменты а именно допустим здесь вот есть пункт первого предмета договора о соглашении сторон это пункт 14 я иногда видел что там допустим прихожу брать машину в аренду а там стоит убитый рапид вообще убитый просто ужасно еле живой и в договоре его оценивают там допустим еще по старым ценам когда были там образно рапиды 800 в салоне его там оценивали в миллион шестьсот там допустим вообще кончены убитый вот сама суть в том что вот это пункт говорит что по соглашению сторон транспортное средство оценивается там в размере какой-то суммы а вот эта сумма может быть очень сильно завышена и образно говоря на это будет ориентироваться потом если вдруг произойдет какая-то проблема там не знает тотал кто-то у вас выехал там ну и так далее если вдруг дойдет до плохого и там вот эта сумма будет отталкиваться от договора и она может быть очень сильно завышена следующий за ним же до пункта транспортное средство не предназначена для предпринимательской деятельности арена транспортного средства следить для использования в личных целях вообще интересный пункт это наверное к тому что если вдруг вы таксовали на этой машине да но и для коммерческой деятельности хотя это не логично наберешь вроде машина в такси в таксопарке но в договоре написано что это не лекоммерческой деятельности если вдруг какой-то причине видимо вас решат эвакуировать до машину мне понравится путевой лист допустим сотруднику контролирующих органов и отправить эту машину штабстоянку таксопарк видимо сможет с вас взыскать средства за отсутствие прохождения медико-механика с каждого по 30 тысяч по моему ну еще дополнительные какие-то расходы которые могут повлечь дальнейшие процессы вот которые происходят во время эвакуации вот то есть как будто бы вам не дают машину под такси просто покататься вот есть такой пункт обязанности сторон а именно 23 субарендатор обязуется эксплуатировать субаренные транспортные средства не более 8 часов в сутки ну условное значение понятно что такси будет в любом случае больше ездить да сейчас чтобы наверно водителем заработать но наверное даже не 8 то и 10 12 часов нужно поработать а может быть и больше на когда кто-то там меняет пару путевых листов и продолжать кататься дальше но сама суть в том что видимо трекинг этой машины которую привязан к ней и большинство крупных парков есть доступ к перекрытию топливного насоса там ли чего-то до чтобы передать прекратить подачу топлива они скорее всего будут видеть сколько машина находилась в работе сколько она двигалась но и в принципе если вдруг произойдет какой-то там конфликт интересов они смогут взыскать какие-то тоже штрафные санкции с этого также за ним идет сразу пункт 24 субарендатор обязан проходить медицинский и технический осмотр ежедневно в ово такой-то такой-то но сама суть в том что конечно же никто это проходить не будет а вот и в основном такс парки дают сразу кучу документов тебе с собой да именно путевых листов и это будет лишним аргументом видимо для того чтобы если вдруг произойдет эвакуация или какая-то еще одна проблема вдруг связано с путевыми листами они смогут проверить свой якобы журнал прохождение медицинских осмотров сказать что этот водитель этого сам не сделал до какой-либо причине это не наша вина а его вина и взыскать там судебный порядок допустим с него денег ну то есть странный пункт вызывает сомнения тоже вот есть такой пункт 3 порядок расчетов именно 3.4 субарендодатель вправе повысить арендную плату по договору за пользование автомобилем в одностороннем порядке но не более 30 процентов от действующей суммы субаренды т.с. на момент заключения договора не более двух раз в год принципе катаетесь вы вот сегодня у них начали говорит давайте у нас арена будет дороже а вы только первый день взяли все вам приходит новое уведомление в приложении о том что сегодня с вас пишется уже больше денег или у вас заглушили машину и говорит а у вас там на балансе не хватает средств нужно пополнить пожалуйста вот и вы решили эту машину сдать но в договоре еще есть пункт о том что нужно за три дня предупредить о сдаче машины но и фактически если вы не предупредили еще 1000 рублей можно прикрутить так что у нас дальше тут у нас есть ответственность сторон это четвертый пункт и там именно субарендатор несет ответственность за сохранение транспортного средства от всех видов имущественного ущерба в том числе связанных с аварией угоном дороже транспорт происшествия поломкой ошибкой при эксплуатации средства а также несет риск связанных с гибелью транспортного средства в том числе деталей транспортного средства за его утраты и порчи и хищением угоном но и вот все такое подобное суть в том что в москве последнее время участила ситуация с тем что кто-то делает поддельные осаго под такси ну то есть образно вот есть у меня один товарищ знакомый в которого в москве въехала таксичная машина точнее даже там был паровозик и он был одной из машин то есть таксичная машина врезалась в уаз уаз врезался в него он врезалась в следующую машину и вот так вот пять машин собрала и тот кто во всех въехал тип он как бы виноват но у него нет страховки изначально она была какая-то была там левая поставная в общем просто бумажка и идет слух о том что зоопарками тоже есть грешок о том что нету допустим у парков у которых огромное количество машин нет страховок потому что если застраховать все машины которые на ооо это образно там не за тысячи машин у них с каждой машины допустим по 100000 страховка да и вот пожалуйста посчитайте сколько это на год расходов вот пытается сэкономить может быть делает она на 2 машины или через одно такое тоже такой слушок есть то есть сказать прямо на правильно что вот определенный парк так делает нельзя это будет клевета да собственно слушок такой ходит но и суть в том что образно если вы взяли такую машину вот с этого пункта у нас получается и вас кто-то врезался размотал тачку в тотал будьте виноваты вы получается но если они не могут взыскать с того кто врезался в машину деньги будут взыскивать ее с вас и взыскивать по первому пункту о том что оговоренная изначально сумма стоимости этой машины если даже у них какой-то сумасшедший пробег нову было в договоре прописано что она там 500 миллионов долларов будет стоить столько видимо вам придется заплатить так как договору подписали идем дальше а туда же я вас пишу по поводу страховой туда же есть целый пункт 49 саборидатор обязуется самостоятельно за свой счет устранить полученные повреждения транспортного средства если они получены в результате его вины или не возмещены страховой компании при этом размер ущерба транспортном средстве возмещать саборидатором в полном объеме независимости причин отказа страховой компании оплатить весь ущерб принципе без этого да есть такой пункт так но и в целом что у нас тут под конец есть у нас 7 пункт прочие условия договор 7.5 договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон финансовые обязательства неисполненные на момент расторжение договора подлежат исполнить в полном объеме короче суть какая вы взяли машину чтобы с ней не случилось какие бы обстоятельства не были бы вдруг правы вы не правы если вы правы в дтп но по какой-либо причине не хотят они не могут списать деньги с того кто виновен или все что угодно в принципе здесь рассматриваться любой вариант то что он даже так совать они нельзя по идее и если вы на ней там таксовали и такой причине его и и эвакуировали там не знаю взимали штраф вызывает да там с компанией ну и так далее все возможные пункты говорят о том что вы будете платить за все вообще за все и этот договор он может сказать не двухсторонний он односторонний даже когда вы подписываете вот здесь договоре написано что подписываются в двух экземплярах и как бы остается у обоих но вам никогда его не отдают потому что если вы почитаете вы офигеете возможно больше никогда не возьмете машину там в аренду потому что будете понимать что на вашу есть на вас висит ответственность дикая сумасшедшая и вы будете виновен и вы выплатите все возможные там не знаю расходы этой компании по возмещению этой машины и вот там один из пунктов тоже если даже вдруг вы не знаю попали в дтп но у машины у это есть там лизинговые платежи и есть некий пункт о упущенной выгоде вы должны будете это тоже возместить так что такое чисто крепостное право и рабство я слышал что в этом парке там есть человек который уже разбил две машины и он просто раб этого парка он там работает в общем и выплачивает эти машины ну привет вообще и даже как-то вот недавно мне писали не хочешь снять историю про одного там водителя такси который взял машину в аренду перевернулся на ней ну конечно это я не хочу выгоражить как бы сам виноват получается и собственно к нему подлетел там как только узнал менеджер этого парка приехал на машине сразу подписал с ним расписку там на 300 тысяч по моему том что он обязанных выплатить этот сразу расписался после этого только начал думать главой что он там написал зачем он написал и как делать действовать дальше мне предложили типа снять ролик про этот парк что он такой сякой вот такой плохой хотя я как бы не согласился в том плане что мог бы только рассказать историю как лучше не делать как тот человек который получается перернулся на арендной машине еще потом подписал расписку на то что отдаст там сколько-то денег ладно суть такая я всегда читает договора обращать на это внимание и в большинстве это просто односторонний договор в котором водитель не прав во всем а тут кто дал машину в любом случае взыскает деньги за все и в долгу так сказать не останется ладно всем удачи если какие-то темы будет интересно пишите в комментариях